Эстонская народная сказка «Как барин конём стал». В старые времена жил один жестокий барин. Работников своих он совсем не жалел, Мучил их на работе до полусмерти, Даже в праздник отдохнуть не давал. Как-то утром в большой праздник, Когда все другие люди отдыхали после трудов, Барин погнал своих работников в Ригу молотить. А работники перед тем молотили целый день И всю ночь напролёт, И еле на ногах держались от усталости. Только они взялись за работу, Как прибежал в Ригу сам барин с палкой в руках. Показалось ему, Что работники непроворно молотят. Накинулся он на них с бранью, с угрозами, Размахивает палкой, кричит. «Ах вы бездельники! До тех пор из Риги не выпущу, Пока не смолотите всю рожь, какая здесь есть!» Стали работники просить барина, Чтобы он позволил коня в молотилку запрячь, Тогда и дело быстрее пойдёт. «Что?» Закричал барин. «Коня вам дать!» «Да я вас всех лентяев и таких Своими руками перебью, Если вы ещё хоть раз осмелитесь подумать об этом! Не дам вам коня! Коню отдохнуть надо! Сами работайте!» Покричал барин и выскочил из Риги. «Кому же приятно пыль глотать?» Только выскочил, Слышат работники, кто-то крикнул. «Пр-р-р!» «Стой!» «Пр-р-р!» Потом конь заржал, И узда загремела. Видно, кто-то коня запрягает. Кто бы это мог быть? Тут входит в Ригу старик, Дряхлый, с длинной седой бородой, А глаза, как молнии, сверкают, И ведёт старик на поводу Крепкого гнедого жеребца. Поздоровался он с работниками И говорит, «Вот вам конь! Запрягайте его в молотилку, А потом пускайте На самые тяжёлые работы. В лес поедете, Дрова, навоз не накладывайте, Как срубите дерево, Привяжите этого коня к верхушке И пусть тащит на барский двор целиком Со всеми сучьями. А заупрямится, Не захочет тащить, Хлещите его нещадно, Плети не жалейте, Стягайте и по бокам, и по спине, Только по голове не бейте, Есть ему ничего не давайте. Как приедете вечером в стойло, Подтягивайте к потолку, Пусть после дня работы повисит всю ночь, Ему это только на пользу будет!» Сказал это старик и исчез. А конь заржал громко, И голос его напомнил голос барина. Тут работники догадались, Что за конь у них появился. «Наверное, это сам отец Пиркон, Хозяин грома и молнии, Привел нам коня», Говорят работники. «Но его приказ надо в точности выполнять, Что велел, То и будем с этим конем делать». Тут же запрягли гнедого жеребца В молотилку и начали работать. А жеребец упрямится, ржет, Копытами стучит, головой крутит, Не хочет работать. Тут им и всыпали как следует, Чтоб не упрямился. Так с того дня и пошло. Как нужно самую тяжелую работу выполнить, Непременно гнедого жеребца запрягают, А не хочет работать плетьми и палками, Без всякой милости его бьют. Поработает жеребец целый день без отдыха, А на ночь его в стойло отведут, К потолку подвесят, Вести до утра. И еды гнедому совсем не давали. За все время удалось ему зимой Урвать тайком с воза пучок соломы, Да летом пощипать крапивы под забором. Вот и все. И с того самого дня, Как появился гнедой жеребец, Лютый барин исчез. Барыня поискала, поискала его, Но найти так и не смогла. Прошел целый год. Был жеребец крепкий, статный, сильный, А через год отощал. Глаза запали, губы отвисли, На боках ребра выступили, Спина искривилась, Шерсть с клочьями висит. Как-то раз увидела барыня На дворе жеребца И говорит старости, Надо эту паршивую клячу В лес отвезти, Да и прикончить там. Никуда она больше не годится, И смотреть на нее противно. Но староста, видно, Тоже догадывался, Что это за конь такой, И поэтому не прикончил его. Однажды утром в большой праздник, Когда все отдыхали, Гнедой жеребец Вышел потихоньку из стойла, Забрался он в барский огород И даваясь капусту. Барышня вышла погулять, Зашла в огород И видит паршивый жеребец, С жадностью хватает И глотает капусту. Рассердилась барыня. «Ах ты!» Кричит «Негодная скотина!» «Погоди, сейчас я тебя проучу!» Подняла толстую палку, «Да хватит коня по голове!» И только ударила, Как в ту же минуту Перед ней появился сам барин, Говорит он слабым, Да жалостливым голосом. «Милая женушка, Что же ты бьешь меня? Неужели тебе жалко Капустных листьев?» «Ведь для меня они После целого года голодовки Вкуснее самых лучших кушаней, Которые я раньше ел». Тут барыня узнала его, Заохала, заахала, А барин и не похож на себя. Худой, черный, Борода отросла, На руках ногти длинные, Тело все в ссадинах, От одежды только швы До клочья остались. Схватила его барыня за руки И повела в дом потихоньку, Чтобы никто не увидел. С того времени Барин притих Да присмирел.